Прикольная история о том, как вы познакомились с Эйзеншписом, что он вам сам позвонил. Да я вообще не знал его. Ну, я знал, что есть Эйзеншпис, продюсер Сташевского. И он мне говорит, так, я тебя жду через полчаса на Соколе. Я говорю, да я не поеду ни на какой Сокол. Он говорит, почему? Говорит, ко мне все тут в очередь выстраиваются, а ты не поедешь? Я треки твои послушать хочу. У тебя есть возможность, говорит, показать их Владимиру Леонардовичу Матецкому. Да я когда услышал, что Матецкий в гостях у Эйзеншписа может послушать мои никчемные треки. Ну, естественно, у меня включился моторчик, и я поехал. Я до сих пор уважаю Владимира Леонардовича.